ТАПА Французские военные будут проходить службу в ТАПА в течение последующих восьми месяцев, а затем им на смену придут датские солдаты. Как только весь наличный состав французского подразделения прибудет на место, они смогут начать проводить мероприятия по боевой выучке и обслуживанию техники. Стоит отметить, что прибытие союзников, как британцев, так и французов, происходит в соответствии с планами без каких-либо задержек. Состоящий на вооружении французской армии боевой танк «Леклерк» весит почти 60 тонн и используется уже с 1993 года. Боевое крещение он принял полтора года назад в Йемене, где «Леклерк» применяется вооруженными силами Саудовской Аравии. За всю историю использования лишь несколько из них были повреждены при наезде на противотанковые мины, одна получила повреждения при попадании российской противотанковой ракеты «Конкурс», выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами. Сейчас техника в ТАПА обслуживается и паркуется. На базе последние недели царит суета. Да, на базе сейчас царит движение. Наши эстонские срочники готовятся к выезду на тренировки в леса. Так что до окончания масштабных ежегодных учений «Весенний шторм» здесь будет неспокойно. После этого наши военнослужащие уйдут в резерв и здесь станет немного поспокойнее. По планам дислоцирование боевой группы НАТО завершится в первой половине апреля. Сейчас в Эстонии уже находится более 200 военнослужащих из Соединенного Королевства и 50 из Франции. Размещение контингентов проходит в рамках операций по усилению военного присутствия НАТО на восточных границах Альянса. Командование, размещаемое в Эстонии боевой группировке, возложено на Великобританию. Алексей Иванов, Титкарк, Первый Балтийский канал. Субтитры создавал DimaTorzok